Нет, нет, все в Америке очень четко, но мы говорим, когда мы говорим об ETF, мы говорим, естественно, об американских и самой малостью азиатских, в частности, японских деньгах. Но в основном это все равно американские, азиатские, в частности, Япония и Европа деньги. Там все очень четко, Лена, сегментировано, то есть нельзя, очень редко, когда инвесторы кардинально меняют свою политику и забирают деньги, скажем, из сырьевых ETF и вкладывают в emerging markets. То есть, скорее всего, мы, как обычно, на высоком цикле рынка видим, как происходит перетекание из любых ETF, которые связаны с commodities, поскольку американский инвестор, он верит в продолжение сланцевой истории. Поэтому происходит перетекание из всего, что связано с commodities, в частности, с нефтью, в основном в utilities, поскольку на высоком цикле рынка принято инвесторировать в utilities. Также считается, что биосектор, биофарм и все фармкомпании переоценены на текущий момент, поскольку очень сильно ставят на технический прогресс. Хотя в долгосрочном, если мы говорим до десятилетия, наверное, это все-таки ставка правильная. Поэтому это, скорее, реалокация внутри американского же. Есть и те фонды огромные, гигантские, есть и индексные фонды. Инвестор, скорее всего, уходит туда, поскольку больше не видит идеи в нефтяных ETF. В принципе, его можно понять. Ну, вот вы заговорили о нефти. Например, сегодня нефть демонстрирует также нисхождение. Ну, вот сейчас практически в нулевых отметках держится Brent. Но вместе с тем дешевеет она на, судя по всему, иранском факторе, поскольку идут переговоры о снятии возможных санкций с Ирана. Это может пополнить мировой рынок нефти со стороны Ирана на 1 миллион баррелей в сутки, ну, как раньше говорилось. И, кроме того, источники, знакомые с ситуацией, говорят, что буквально уже завтра, во вторник, 31 марта, может быть достигнут большой прогресс в этих переговорах. И принято определенное окончательное решение по иранской программе, по санкциям. И, соответственно, может в дальнейшем нефть хлынуть на рынок. Вот вы, как видите, Александр, ситуацию? Действительно ли иранский фактор сейчас может, ну, скажем, оказать давление на нефтяные котировки? Немножко просто выражусь в терминах, которые мы здесь же обсуждали полтора года назад, когда была разыграна шахматная партия против России. Шахматная партия под названием «Сырье». Если мы хотим ударить по России, мы бьем по сырью. Сейчас на арену вышел бугимэн под именем Иран, которым нас пугают, что он действительно сможет быть серьезным игроком и через 20 лет чуть ли не заместить Россию на европейском рынке, а может быть и раньше. К сожалению, это не безосновательно. К сожалению, глядя на то, насколько заполнена эта уже известная тема хранилища в Европе, США и в Азии, мы видим то, что спрос на нефть достаточно низок, а предложение высоко. К этому остается по шахматной терминологии добавить Иран. После этого штаты начинают аккуратненько все экспортировать, разрешают им экспортировать. И вот трехходовочка, которая еще раз, второй раз за эти полтора года уполовинивает цены на нефть. То есть, к сожалению, этот фактор возможен, и люди этого боятся, я их понимаю, поэтому 37 прогноз вполне реальный. Посмотрим, половины западных домов так и ставят до сих пор, другие ставят наверх, но разделение очень четкое. Ровно пополам, кто-то на удвоение, кто-то на уполовинивание. Александр, очень мало времени у нас остается. Каковы в этой связи перспективы российской валюты? Ну, от текущих значений через год только ослабление. А локально, может быть, увидим из-за снижения денежной массы М2, может быть, какой-то локальный укреплен до 55, но это будет какой-то фарс. Спасибо.